Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники Garden Stock. Меня зовут Алексей и я его ведущий. Наш канал создавался для всех любителей малой механизации. Здесь мы не только рассказываем, но и показываем всю технику в деле. Если вы на нас еще не подписаны, то сделайте это прямо сейчас. Для всех наших подписчиков действуют скидки и также отличные подарки. Кстати, мы находимся не только на YouTube, но также на Яндекс.Дзене и Рутубе. Видео выкладываются одновременно на все площадки. Где удобно, там и смотрите. Не так давно я снимал уже на этот замечательный мотоблок видеообзор, где я делал распаковку и показывал, чем 30-летний старичок хорош и насколько он хорошо заводится даже спустя 30 лет. Завелся он, кстати, с 11 раза. Сегодня же я буду делать полный обзор сравнения между мотоблоком 2022 года и мотоблоком 1992 года. Что же изменилось за все эти 30 лет? Давайте вместе с вами начнем. Ну что, давайте попробуем. Ну, в принципе, 100 килограмм они сразу чувствуются. Я сразу вспоминаю, как я работал мотоблоком Нева. Да. Приблизительно то же самое. Идет ровно, уверенно. Вот так вот ему будет гораздо легче. Попробуем еще раз. Поцельнее все-таки тяжело. Попробуем еще раз. Начнем мы, пожалуй, с самого главного. Это цветовое решение и дизайн мотоблоков. Ведь дизайн не стоит на месте. Каждый год что-то дорабатывается, улучшается. Внешний вид новых мотоблоков мне действительно нравится больше. Он более гармоничный, более совпадает по все нынешние реалии. Но дизайн. Вы посмотрите, насколько раньше была другая ручка. Во-первых, она сдвоена. Во-вторых, она имела определенную регулировку под рост человека. Чтобы отрегулировать здесь, нужно было доставать гаечные ключи. В новых же мотоблоках эту ситуацию учли. Теперь у нас ручка регулируется под рост человека вот этими двумя барашками. Конечно же, это удобнее. Но есть такие вещи, которые в старом мотоблоке мне внушают больше доверия. Давайте на них сейчас посмотрим. Это задняя скоба. Ведь здесь скоба у нас крепится не сваркой, а болтовым соединением. Если вы поймаете какую-то критическую нагрузку, она ловится достаточно часто, особенно когда вы ездите с мотоблоком с телегой и заваливаете ваш мотоблок в повороты, что мотоблок кренится и вот эту вот скобу гнет. Так вот, здесь саму скобу поменять ничего практически не стоит. Открутили раз, два, три болта и заменили ее на новую. В современных мотоблоках сама скоба приваривается к рулевой колонке. Здесь вам нужно либо будет делать повторную сварку, либо покупать рулевую колонку вместе с задней скобой. Я, честно говоря, не знаю, почему на мотоблоке Луч, Каскад, либо просто МБ-1 не устанавливались тросы. Оставились вот такие металлические тяги. Ведь в СССР тросики тоже продавались. Да, тяга, конечно, однозначно надежнее. Но когда вы нажимаете ее и делаете это многократно, то усилие прилагается здесь гораздо больше, чем на тросовом соединении. Здесь вы можете нажимать ее буквально одним мизинцем. Да и тем более саму ручку сцепления нужно держать во время работы. А если вы работаете с мотоблоком больше часа, то это определенная нагрузка на суставы. Тросовой мотоблок, он менее надежный, чем тяги. Но работать с таким мотоблоком будет однозначно приятнее. В старых мотоблоках МБ-1 спереди устанавливали вот такой вот бампер. Для чего он нужен? Ну, во-первых, если у вас мотоблок просто завалится на морду, чтобы он заваливался не на мотор, а на специальный бампер. И также этот бампер очень удобен был для того, чтобы мотоблок куда-то перегружать, либо наоборот сгружать. Вы всегда могли подойти, взять его двумя руками, второй человек сзади, поднять и перенести его с места на другое место. В новых же мотоблоках вы просто берете либо его за штырь, а второй человек за рулевую колонку. Здесь, что могу сказать? Это экономия. Конечно, такой бампер могли бы устанавливать, но в связи с тем, что мотоблок хочется продавать дешевле, чтобы его покупали больше, вот такие маленькие вещи просто убираются со временем. Еще, что касается комплектации самих мотоблоков. Вы все отлично знаете, что раньше ко всем мотоблокам МБ-1 входили в комплект как удлинители осей, так и запасные ремешки и еще полный набор ключей. В сегодняшних реалиях к мотоблокам АК ни удлинители осей, ни запасных ремней и никаких ключей, кроме свечного, не кладут. Это, естественно, тоже экономия. Редукторы в этих мотоблоках совершенно одинаковые. Что первым, что во втором случае, они будут цепные. Ну вот у старичка идет смазка жидкая, типа трансмиссии. Такую смазку нужно менять каждые 100 часов. И вот здесь начинается хорошая история. Чтобы такую смазку поменять, редуктор нужно разобрать, либо перевернуть, чтобы смазка вышла вся. В случае новеньких мотоблоков АК смазка используется густая, типа литол. Никакого технического обслуживания она не требует и рассчитана на весь срок эксплуатации. Это будет однозначно большим плюсом. Ведь вам надо будет делать техническое обслуживание реже. Насчет моторов можно спорить вечно. Какой мотор лучше, наш отечественный на 317 кубов, либо какой-то импортный? Конечно, в Советском Союзе возможности покупать из-за бугра моторов не было. И поэтому ставили наши отечественные моторы. Да он мне до сих пор на самом деле даже очень нравится. Да, у него тяжелый запуск. Многие пишут, что этот мотор нужно выкинуть в помойку. Но есть ровно столько же людей, которые обладают совершенно противоположным мнением, которые до сих пор работают на этих моторах уже больше 30 лет. И пишут, что лучше этого мотора на сегодняшний день нет. Поэтому здесь я хочу услышать ваше мнение. Что же все-таки считаете вы? Лучше наш отечественный мотор, либо какой-то китайский аналог? Обязательно напишите. И самое главное, аргументируйте, почему вы так считаете. Еще хочется обратить внимание на такие вещи, как покрышки. В старом образце покрышки имеют более агрессивный протектор. Поэтому однозначно я считаю, что они были лучше, чем в современных мотоблоках. Здесь со мной, пожалуй, спорить никто не сможет. Рукоятка у современных мотоблоков тоже стала шире. Когда я держусь за нее, она однозначно эргономичнее, чем у старого MB1. Поэтому я считаю, что завод-изготовитель учел все мнения покупателей. И сделал современный мотоблок, который можно покупать и работать в удовольствие. Но что я могу сказать в конце этого ролика? Новый мотоблок АК 2022 года можно смело покупать. Завод действительно проработал многие из моментов, которые были в старом MB1. Заменили смазку на густую. Теперь не надо делать техобслуживание. Поставили тросики. Нажимать сцепление стало проще и легче. Изменили дизайн. Теперь внешний вид действительно красивый. Такой мотоблок хочется купить. И что касается силовой установки. Как бы не был хорош DM1, он очень плохо заводился в критические температуры. Как плюсовые, так и минусовые. Что нельзя сказать про китайские моторы. Ведь они отлично заводятся как при минус 20, так и в плюс 30. Во всем остальном это тот же самый старый MB1. С которым вы можете ознакомиться всегда в нашем магазине. Который находится по адресу Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка, улица Большая Тарасовская, дом 81. Кстати, сейчас есть возможность купить такой мотоблок с мотором мощностью 9 лошадиных сил. Который имеет просто огромный крутящий момент. И будет отлично работать как с насадкой снегоуборщик, так и с фрезами. И на него можно устанавливать до 6 секций фрез. Он с захватом в 120 сантиметров. Поэтому приезжайте к нам в магазин, и мы вам подберем не только мотоблок, но и все навесное оборудование, которое необходимо вам для работы на вашем садовом участке. С вами же был канал Гордон Сток и его ведущий Алексей. До новых встреч, до свидания. И, конечно, четвертый плюс. Не забуду про него обязательно сказать. Наш сервис, вот такие вот редуктора, чинил от 25-26-летних мотоблоков. То есть вот этот редуктор, ребят, он реально вечный. Он ходит, ходит, ходит и ходит. У кого эти мотоблоки лет по 15-20, те согласятся со мной, они знают, что это за редуктор. Да, у него нет такого передачного числа большого, как у мотоблоков Нева. Там можно задать очень низкие обороты. Но, ребят, этот редуктор, он реально вечный. Если вы хотите не заморачиваться, купить мотоблок, который будет очень-очень долго служить, это мотоблок АК. Он реально в соотношении цена-качество на сегодняшний момент один из самых лучших. Я думаю, вы со мной согласитесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!